Российская армия провела учения на острове Гагланд перед саммитом НАТО и встречей президентов Хельсинки. Иоанна Слихтонин. Ильталети.фи. Финляндия. 13 июля 2018 года. Российская армия провела учения на острове Гагланд в Финском заливе, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Остров Гагланд находится примерно в 40 километрах от побережья Финляндии. На острове были проведены учения, в ходе которых военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа России совершили десантирование на остров с высоты 2,5-3 тысячи метров. Сложность десантирования заключалась в неподготовленности площадки острова, а также в том, что ранее учения по десантированию не проводились с такой большой высоты. Военнослужащие использовали навигационную аппаратуру, чтобы десантироваться на нужный участок острова, замаскировали парашюты после приземления и выдвинулись вглубь острова, чтобы найти площадку для посадки вертолета. Марку Кангаспура, руководитель отдела исследовательских программ Александровского института, специализируется на вопросах, связанных с Россией. Он считает, что эти учения не являются военным или политическим сигналом. Демонстрация силы России не назвала точное время проведения учений, но, судя по всему, они состоялись во время саммита НАТО в Брюсселе или не задолго до его начала. Между тем, в Финляндии сейчас готовится к встрече президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа, Дональд Трумп, которая должна пройти в Хельсинки 16 июля. Время проведения учений наводит на мысль, можно ли посчитать их сигналом НАТО, Трампу и Финляндии. Конечно, военные учения всегда говорят о силе и хорошей военной подготовке страны, говорит Кангаспура. Он тем не менее сомневается, что Россия хотела таким образом продемонстрировать свой протест против встречи Трампа и Путина. Ведь обычно военные учения проводятся потому, что военнослужащим надо развивать свои умения и навыки. Для этого армия и существует, говорит Кангаспура. Однако выбор места для неожиданных учений кажется немного нетипичным. Кангаспура отмечает, что когда-то Гагланд был важнейшим стратегическим местом для российской армии, но в настоящее время его не используют для проведения учений. Сейчас даже появилась идея открыть его для туризма, рассказывает Кангаспура. До Второй мировой войны Гагланд принадлежал Финляндии.